Каждый музей вносит свой вклад в памятную дату. В музее Пророкова, например, ежегодно открывают выставку ивановских художников ко Дню Победы. На этот раз откликнулись 14 мастеров. На суд зрителей они представили 40 работ. Для нашего музея это особенный день. Это не только День Победы, но еще и День Рождения Бориса Ивановича Пророкова. Он художник, фронтовик, прошел всю войну. И поэтому вот такие музыкальные вечера в Комму Дня Победы стали для нас традиционными. Задачи сделать выставку о войне не было. Лесная пушка, душистый букет ромашек в корзине – это все о мире и о том, как он прекрасен, когда его не оглушают взрывы. Валерий Ефремов принес работы, посвященные весне. Есть в его творчестве и тематическая серия «Дети 41-го». Но ее он выставлял уже много раз. Когда война началась, будущему художнику было 11 лет. О боевых действиях. Этому я не был свидетелем. А вот то, что дети, как относились к войне, как ее прожили, это мне близко. Я сам о себе это рисовал. Помимо картин для гостей, в день открытия выставки организаторы подготовили еще и творческий вечер. Песни военных лет, стихи, отрывки из прозы. Все необычайно проникновенно. Они подвергали 900 дней Ленинград таким мукам, о которых до сих пор не расскажешь. И не взяли его. Берлин взят! Работать выставка в Доме музея Пророкова будет до середины июня. Война и мир в современном исполнении. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.